Это кулинная лапка. Любимая китайская лапка. Лакомство, лакомство, чуть не сказал. Смотря американские фильмы, создается ощущение, что американцы просто тащатся от китайской кухни. Американцы заказывают домой китайскую еду. В коробочках, конечно же. Это было в прошлом видеоролике. Глядя российские фильмы и наличие рекламы на каждом втором баннере, такое ощущение, что каждый второй россиянин заказывает себе домой суши и роллы. Это будет в следующем видеоролике про заказ еды домой. А глядя американские фильмы, российские фильмы и количество баннеров по всему городу и рекламы в интернете, такое ощущение, что каждый, не каждый, даже второй, третий или какой-то еще, а каждый человек заказывает себе домой пиццу. Фух, я уже вспотел, представляя, сколько же будет комментариев типа «Автор свинья!» Так нормальные люди не делают. Так не делают нормальные люди в России и в европейских странах, например. Но в некоторых странах это считается вполне нормальным. И постоянные зрители канала ДНС-ТВ поняли, к чему был отсыл. Но сейчас о пицце. Ехал я по городу, увидел рекламу, я редко ведусь на рекламу на баннерах особенно, но тут что-то мне захотелось, потому что многое перепробовал, интересно заказать пиццу домой. Ни разу не заказывал. Пицца Трио называется, набор точнее Трио. Пицца пепперони 32 см на тонком или толстом тесте. Пицца прошутто, фунги, ну ладно, прошутто, я еще знаю слово фунги, я не знаю, что это такое. И пицца карбонара, все по 32 см и можно выбрать тесто. Если на тонком тесте будет килограмм 90 грамм, если на толстом тесте килограмм 360 грамм. Я решил взять на тонком. Не буду ничего выбирать на сайте, просто позвоню им и проверим, как быстро они смогут это все доставить. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно заказать набор Хэппи Трио? Да, конечно, тогда как-то на телефон тут строится? Да, домофон работает. Так, подскажите, сколько это будет стоить и как быстро? 358 рублей, на толстом течение часа 27. А почему вы не спросили, на каком тесте? Мы не спрашиваем на каком тесте, на котором спросили, я сначала взяла на тонком тесте. Все, я понял, извините, издеваюсь. Хотелось бы на тонком. Пол третьего будет, хорошо, понял. Вот, сказали, через час двадцать максимум доставят. Хотя, я попадаю к ним в зеленую зону. Давайте зайдем и посмотрим. Доставка и оплата. Написано, если вы находитесь в зеленой зоне, то доставка... А, ну да, да. Минимальная сумма 350 рублей, время доставки 50, час двадцать. Они выставили максимальное. Еще подарочек, какой подарок. Даже разрезанное. Это прошутто фунги. Тесто для пиццы, ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла. Дальше даже перечислять не буду. Карбонара. Бекон, сыр моцарелла, сыр пармезан, орегано, соус спилаки. Панальная пепперони. Колбаса пепперони, болгарский перец, сыр моцарелла и соус спилаки. Интересно узнать, какая больше всех понравилась. Почему-то считаете, что пиццу нужно есть с колой. Ты не знаешь, почему? Да потому, что так продается. Ну вот при заказе мне сразу сказали, а чего-нибудь там типа колы вы не хотите? Я говорю, не-не-не, не хотим. Ну, а детям какой-нибудь сок. Ну, они вот выбрали. Пробуйте. Так, дайте маме старушке сесть. Это какая у нас? Это карбонара. Ладно, пока вы ждете, я попробую. Спасибо. Спасибо. Я хочу очень сильно. Смотрите, какая тоненькая. Ну-ка, кто что скажет? Вкусно. Неплохо. Вкуснее, чем в Китае? Да. Намного. Действительно супер. Давайте по одной сейчас такой, а потом следующую попробуем, для того, чтобы понять вкус. Ну, я не хочу на другую переходить. Мама, давай быстрее, пока дети эту доедают, мы вот эту попробуем. Нет, это что-то для ребенка, Макс, это подержит. Что здесь у нас? Мы уже перечислили это прошутто. Грибочки, правда, совсем засушенные. Ну, ладно. Пробуем, кто что скажет. Тоже неплохо. Очень вкусно. А мне не понравилось, что грибы слишком сухие и светлые. Ну, да, первое было вкуснее. Тоже очень вкусно. И главное, тесто мало. И за кадром только будет слышно, как я смачно чавкаю. Это самое главное. Ну, правда, неплохо. А вот тут немножко даже подгорели грибы. Ну, они пересушили сверху, ну. Не хочешь, давай. Так, все, Максин выбор ясен. Максик, хочешь колу попробовать? Нет, спасибо. Это не кола, это Папси. Да какая разница. Папси, тоже кола. Наши дети не пьют колу принципиально вообще. Молодцы. Нравится, да? Да. Дайте люксочек. Это пепперони. Обожаю. Вот, радость ребенка, это самый такой яркий показатель вкуса. Спасибо. Ну, как, Максимка, это самое вкусное? Да. А Майя что скажет? Угу. Она еще только... А мама... Ммм, первая. На втором. Первая. Понятно. Это вторая? Это первая у тебя? Нет. Это на втором, первая на первом, а вторая на третьем, понятно. Прошуто понравилось меньше всего. Нет, мне вот эта меньше, она самая соленая. Пицца чемпионов. Серьезно? Да. Так ты и ценник подсчитай. Ну, пицца чемпионов, так тоже нормально по деньгам. Да, самая солененькая. Перец болгарки просто супер много. Ну, по вкусу. Я его хоть не вижу, но он вкус чувствуется. А мне все три пиццы понравились. Почему тебе это меньше нравится, потому что, может, другую есть, доча? Да, да, я. Это к пиву хорошо. Ну, что ж. Одну пиццу полюбили Лена и Майя. Это карбонара. Пепперони полюбил Максимка. А папе досталось прошутто, что досталось, то досталось. Как видите, три человека из четырех даже не доели свои кусочки. Зато мне больше всех. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Ребенок с голоду заплакал, почуяв запах пиццы в окне. Слушай, ну вот это прям реально такая вкусненькая. Нет, это. Ну, пожалуй. Может, еще попробуем на толстом тесте заказать или другой набор? Там есть набор еще из пяти пицц за тысячу с чем-то. Нет, ну, то можно. А не хочу на толстом. Зачем? Я слышу невооруженным слухом, как вы чавкаете громко. Мы же из Китая, но можно. Жак, обожрался. Ну, конечно, я, как всегда, наверное, больше всех съел. Ничего не осталось. То есть трех пицц достаточно семьи из четырех человек, двое взрослых, двое детей. Наша семья единогласно приняла решение, что это не лучшая пицца, которую мы пробовали. Но сегодня она нам зашла. Дети оба сказали, что в пицце чемпион в Китае вкуснее, потому что там мягкий хлеб, вот это тесто, и сыр тянется. Они привыкли вот так вот писать, что вот это им нравится. Здесь ничего не тянулось, и подложка реально была суховата. Но именно на вкус им очень понравилось, вы видели. Мы с Леной были в Италии. Я не помню, в каком городе мы пробовали пиццу. Может быть, даже в нескольких городах. Давно это было, 10 лет назад, ну, около 10. И нам пицца не очень понравилась. Ну, то есть, да, это вкусно, но это не так, что фуах-фуах-фуах. Потому что на тот момент мы любили так называемую русскую пиццу. Мы ходили тогда в кафе, в пиццерию постоянно, каждую неделю стопудово ели вот эту русскую пиццу. Там хлеб дрожжевой достаточно толстый, и толстый-толстый слой начинки. И там колбаски эти всякие были нарезаны не такими кругляшками, а прям нарублены кубиками. И там реально ешь, ну, это не пицца, наверное. Но они называли ее русской пиццей, мы называли это просто пирогом. Но это было вкусно. То есть, у каждого свои вкусы. Кому-то нравится, чтобы сыр тянулся, кому-то нравится тоненький-тоненький хлебушек. Кому-то нравится, чтобы было много-много, не кетчупа, а чего там, томатной пасты, кому-то оливки, кому-то одно, другое, третье. В общем, на вкус и цвет товарища нет. И каждый в этом мире, я думаю, найдет пиццу по вкусу. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что ему пицца не нравится. Потому что пицца – это такое блюдо, я не знаю даже, как называть его. Это хлеб, и на него можно ложить все, что угодно. И это будет и сделать кругом. И это будет называться пиццей. Приятного вам аппетита. Остались у нас подарочки для детей. Дети! Только камеру не снесите. Держите. И не уделайтесь. Спасибо, папа. Не, не, спасибо. Доставщик принес. Что, не нравится? Да, не очень. А я тебя с вами люблю. А тебе правда нравится? Май, а если не нравится, не ешь. Мы с мамой съедим с чаем. Ну ладно, кушай. Ну ладно, кушай.